Микс Ньюс. Утро на балконе. Профессор Рижского университета имени Страды, неинфектолог Ангелика Круменя. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну да, как Олег уже сказал, вы не поверите, но опять про него будем говорить, опять про коронавирус, но теперь уже с человеком, который, наверное, знает всё со всех сторон и последнюю информацию может донести. Перед выходными было сказано, что в Латвии 87 проверок было. Сделано на коронавирус на сегодняшний день. На сегодняшний уже больше, 114 уже проверено, все отрицательные, то есть в момент ожидания. На данный момент утром последние новости. Слушаем, что пока нет ещё определённого позитивного случая в Латвии. Но ведь очень странно, что с одной стороны всё время как будто бы нагнетается, то есть и всемирная даже организация здравоохранения готова признать это пандемией. А с другой стороны, ну, постоянно раздаются голоса о том, что всё-таки не так смертность от коронавируса очень низка. Она чуть-чуть превышает, может быть, от обычного гриппа. И, в принципе, эпидемия гриппа, которая гораздо больше распространена сейчас по миру, она каждый год уносит гораздо больше жизни, чем даже вот сейчас коронавирус. Да, вы правы. В среднем от коронавируса смертность достигает, ну, 1%. Есть спекуляции, где написано, что есть до 2%. Если сравниться с гриппом, тогда надо уточнить, что с гриппом больше всё-таки вот этот процент. И люди в некоторые времена забывают, что у нас рядышком там же и грипп. И все осторожности, и все мероприятия всё-таки надо соблюдать насчёт, как избежать гриппа. Кстати, один уже посмертный, то есть с гриппом в нашей стране. Не коронавирус, а просто грипп. Гриппом, да. Вот если говорить про вот эти меры предосторожности, в общем-то ничего страшного и необычного делать не надо, вроде как, если верить вот этим вот рекомендациям, это мыть руки, чихать, кашлять, в локоть, как учила Малышева на Первом канале, и да, не ладошкой, как нас в детстве учили. Там мыть руки с периодичностью какой-то, и там выходят теперь, рекомендации напоминают, как именно надо мыть руки, если кто-то забыл. То есть, в общем-то, такие стандартные вещи. Насколько коронавирус, при этом говорят, что вот этот коронавирус COVID-19, да, потому что, опять-таки, как мы знаем теперь уже, что коронавирусов много, что он очень липкий, что он в какая-то живучесть у него, может быть, вот расскажите, развейте или подтвердите. Насчёт выросок, выросок, как он живучий, да. Как мы знаем, этот коронавирус давным-давно известный, просто этот новый тип, который, да, и поэтому во многих сеется такое незнание, что, где, когда, почему, откуда, да. То, что заново появляются в нашей публике, скажем так, новые вирусы, временам это уже известно, да. Просто вот этот вирус мало ещё изучен от того, как долго он будет циркулировать. Если посмотреть по большому счёту, все эти коронавирусы циркулируют в сезон, то есть большой пик у них, то есть зима, весна, но они могут циркулировать, как мы смотрим, и летом, и осенью тоже, да. Так как этот новый вирус изучен ещё более-менее, ну, не до конца, скажем, из-за этого и развиваются всякие мифы и другие негации, да. Так что это уже известно, контакт от человека к человеку и, как главная передача, путь вот этого вируса. Но вот если человек с коронавирусом посидел за этим столом, пришла я, села за этот стол через час? Знаем, что коронавирус всё-таки устойчивый в этой среде, да. И если, вот, например, или я, или вы были больным, да, конечно, несколько часов в это... Вмещении? Да, вмещении будут находить этот вирус. То есть если начинаем уже чистку, то есть нормальную дезинфекцию, как надо, да, мы убиваем этот вирус всё-таки быстро, да, и нету никаких проблем. А насколько всё-таки заражение происходит, как сказать, стопроцентно, или всё-таки есть какой-то... ну, не все могут заразиться, и насколько это вот действительно опасно? Вопрос хорош, потому что всё зависит от иммунной системы всё-таки, да, потому что если, например, в большом коллективе кто-то пришёл этим вирусной инфекцией, да, и мы смотрим, о, может, вирус попадёт к тому, тому, тому или к тому, да, не все будут заражены, да, и не всем будут вот эти симптомы, да, потому что это всё-таки зависит от того, как и как глубоко человек воспринчен к этой инфекции, да, то есть если бы этот вирус был такой заражённый, что заболевает стопроцентно, да, ситуация была бы другая совсем, но не всем нужно заболеть. Но, с другой стороны, есть и такое мнение, как говорят, что мы просто... Ну, вот эту эпидемию всё равно не удастся остановить из-за того, что там 14 дней инкубационной, что всё равно как бы мы все переб... ну, вот, ну, в какой-то степени все переболеют, и тогда на этом всё кончится. Большинство случаев всё-таки по статистике, которая у нас показывает, лёгкий случай, то есть перенесённая инфекция в лёгкой форме или средней тяжести. А те, которые, к сожалению, умерли уже, пациенты, да, ситуация сложилась очень, ну, такой сложной, и эти были уже те пациенты, у которых другие заболеваемости, например, там сосудистые какие или сердцем долго болели уже, эти уже... та группа пациентов, которым уже за 70, за 80 лет уже, то есть, если так посчитать уже то, что главное, многие уже перенесли эту инфекцию в лёгкой форме. То есть как грипп тоже есть определённая... Как бы простуда. ...определённая группа риска, для которой это опасно. Как понять и распознать? Ну, вот чихаю я, ну, покашливаю чуть-чуть, ну, насморк. Обычная простуда, пойду, порошок выпью, классический, и всё. Главное, главное, надо обращать внимание на то, был бы вот этот человек, или я сам был в этих городах, где у нас, мы знаем, эти зоны, был бы я, например, в этом городе, там, не знаю, в Италии, там, или Китай, там, например, был в больнице, например, ухаживал за кем-то, да. Вот надо над этим тоже быть осторожным, да. И если вы, например, приехали обратно, и есть эти симптомы, конечно, сразу, не ждая звонок на 113 и дать о себе знать, да, потому что вы прилетели оттуда, где мы знаем сейчас эпидемию, да, и ещё плюс вот эти симптомы, это уже обозначает, что есть большие подозрения, что вот это больно, что вы уже заболели этим вирусом. Вы тоже участвовали в звонок у нас? Ну, вот сейчас как раз, а, есть звонок, да. Надевайте наушники. Сейчас, спасибо. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста, в эфире. Доброе утро. На самом деле, год очень хороший для Латвии, я считаю. В том году, по-моему, 76 человек умерли от гриппа, в этом году один. Так что это очень круто, с одной стороны. С другой стороны, очень плохо, что в Латвии не развивается коронавирус. Трагедия, по-моему. Дело в том, что у нас кризисная экономика, и этот год, он должен быть действительно кризисный, ну, так развивается всемирная экономика. И коронавирус, это хорошая идея для того, чтобы обнулить все долги. То есть для этого не нужна война, не нужны какие-то другие потрясения. Если бы действительно весь мир бы подхватил идею коронавируса, и мы бы обнулились, то это был бы отличный рестарт для экономики. Нам не нужно было период в 5-6 лет стагнации переживать. Да, ну просто мы сегодня, понимаете, мы говорим не про экономику, у нас, потому что специалист все-таки из, да, университета имени Страда, не инфектолог, а... Вы участвовали тоже в создании этой системы противокоронавирусной в Латвии, да? Как реагировать, куда везти, что с этим делать. Как это происходит? Вот прилетают люди из Италии, например. Их в аэропорту сразу встречают медики, сразу куда-то в изоляцию, или этих людей отпускают, как бы на их совесть, вот они там придут, не придут, завтра посмотрим. Да, это на совесть каждого, который прилетает. Если ты прилетал уже и есть какие-то симптомы, обращайся сразу к медикам, то есть и дай опознать, знать о себе, да. Когда будут новые, то есть правила, когда наше государство даст, тогда все будут знать уже, как уже... или надо будет заполнить какую-то бланку, например, в аэропорту, или, например, на автобусе, когда приехал, да. На данный момент наши люди должны нести большую ответственность, и они знают эту информацию, и что, если у меня есть какие-то признаки, я не знаю, как меня вести дальше, да, я дам знать медикам, знать 113 тоже, да, и тогда у нас наши бригады уже все знают точно, что, где, когда, и как опознать, и как дальше дать информацию этому человеку, куда ему пойти, и надо будет сдать анализ, скорее всего. У нас с пятницы, той недели, работают очень опытные, то есть медики, когда по вызову, что есть подозрение, что, например, человек приехал обратно с Италии, да, специальная мобильная бригада приезжает к нему и берет мазок, то есть и тогда отправляется этот мазок в центр инфектологии на проверку. За это же время человек, конечно, сидит дома, у него как бы вот этот карантинный период и ждет свой ответ, да, так что до этого уже сколько-много случаев было, когда ждет ответ. На прошлой неделе, коротко, на прошлой неделе была Италия, Эстония и Литва, и сказали, что мы зажаты, и вот со дня на день буквально можно ожидать, что и в Латвии будет. Это зависит от того, что там по одному случаю, например, точечно, действительно ли нам стоит еще больше напрячься? Большая вероятность, что все-таки будет у нас, да, и ну когда, во сколько, никто не знает. Есть еще звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, а вот я обращу внимание на то, что ваша гость сказала, что многие, может быть, и переболели, даже не осознав, что переболели коронавирусом, переходив от симптома обычной простуды на ногах и, видимо, лечаясь какими-то, ну, такими привычными средствами. Я подумал, что у нас такая система здравоохранения, что в Афии коронавируса и не будет, потому что если у нас у тебя там немножечко постудился, проще это переходить на ногах, чем неделю ждать по записи к семейному врачу, а, извините меня, с симптомами простуды идти в Акутастунда к семейному врачу и сидеть неизвестно, сколько в очереди желающих, в общем-то, мало. Вот, поэтому, может быть, у нас и поэтому до сих пор нет коронавируса, просто люди не обратились за помощью, сами как-то справились. Ну, если бы, я думаю, теоретически такие случаи были бы, наверное, заметили медики. Заметили уже, да. Главное, что я хочу сказать людям, что когда есть признак изоболеваемости, то есть, или вот этот насморк, или кашель, или одышка, или болит горло, люди дорогие, обращайтесь по телефону сначала к своим медикам, то есть, да, и обращая внимание, не ходите на докторат, то есть, да, потому что вы можете передать эту инфекцию, и мы не знаем, какие другие, многие вирусы бывают, вы можете передать другим, которые пришли там на прием у доктора, ну, там, с другими болезнями, да, и зачем ему еще плюс вот этот ОРЗ, скажем так, да. А сейчас вообще врачи отзывчиво на дом приезжают к взрослым людям, да, мы знаем, что к детям должны приезжать, а к взрослым с тем же гриппом, например, вот, могут там предложить человеку, ну, вот ты приедь. Мне знакомые коллеги отзывчивые, они приезжают, я не могу ответить на что-то, как на всех докторов, но мои знакомые коллеги очень обычно, ну, и молодые, которые, да, у нас, они очень отзывчивые и приезжают, и смотрят, что с пациентом и что дальше делать. В общем-то, это заведено, такая практика существует. Да, 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 так оно и есть. Да, 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 звонок своему семейному, да, и потому что не все будут позвонить на 113, да, и некоторые не понимают, куда, ну, тогда первый звонок – это семейный врач. А насчет все-таки того, как обезопаситься, потому что маски приобрести уже стало большой проблемой, это такой прямо буквально дефицит, ну, и говорят, что маска особенно не спасает, то есть она задерживает, но это какие-то, ну, сколько-то там, какое-то количество процентов вируса. А какие все-таки вот, ну, еще есть способы защитить себя? Люди ходят там, сколько фотографий уже есть в каких-то пакетах, которые надевают на голову, то есть там очень странные способы защиты. Что все-таки нужно делать? Ну да, понятно, что когда людям передается информация, что очень-очень опасно, но, конечно, не хотят себя дать зашиту, и я даже тоже видела странные фотографии, когда уже, не знаю, какие-то бантики или что-то такое интересное нанесло на лицо, да. Конечно, как Вы сказали, что маска годится тому, кому уже есть симптомы, то есть он кашляет, и чтобы он не передал эту инфекцию другим, чтобы не заразил и сказал, давай, друг, встретимся, ну, я приду в маске, скажем, да, чтобы не передать тебе. Конечно, медикам, которые выезжают на вызовы, да, чтобы они защищали себя, конечно, им нужны эти маски, но это, конечно, такие респираторы уже чуть-чуть по-другому, да, чтобы дали какую-то гарантию, чтобы сам не болели, не заболели и могли приехать к многим визовам. Людям, людям рекомендую просто вот, когда вот такая ситуация, что много вирусов сейчас, погода такая, какая она есть, да, восприимчивость к вирусам все-таки большая, да, иммунная система у каждого своя, как работает до конца никто не знает, но не ходите на большие мероприятия, где много большие коллективы собираются, да, чтобы зря, что лишний раз не заразиться каким-то другим вирусом, ну, обычным насморком или чем-то. Во-вторых, так как вы уже сказали, заметили, что мыть это руки, это элементарно, ну, мойте, пожалуйста, много раз за день, ну, много раз, ну, не пожалейте мыло, не пожалейте эти, можно купить обычные дезинфектанты, ну, как они там называются, да, и не ходите полу-у-полу такими больными на работу, ну, пожалуйста, своим работододателям, ну, пожалуйста, договоритесь, что вот останусь мне нужен больничный, и все нормально, максимально стараемся избежать лишних контактов, когда вот идут эти эпидемии, да, и все, это элементарно, да. Одна из последних информаций, что детей не берет вот этот вид коронавируса, так ли это? Детей не берет, ну, это уже, ну, так, не скажем, что это стопроцентно, да. Да, есть, конечно, поменьше ситуаций, когда регистрированы, что заболели дети. Дети все-таки тоже восприимчивы и могут переболеть этой инфекцией. Потому что его даже, ну, так, с черным юмором называют мечта пенсионного фонда, то есть, ну, вот, в основном группа риска – это как раз пожилые люди. Пожилые люди, ну, скажем так, 60 и плюс, да, конечно, потому что все-таки у этой группы пациентов есть и другие болезни, да, и плюс вот этот, что коронавирус, да, конечно, это большое осложнение и большая нагрузка на организм вот этих людей. Сколько времени может пройти до, мы слышали уже тоже, что вакцина тоже на животных проверяется, и, в общем, какие-то разработки идут. Как скоро можем мы получить какую-то вакцину, как прививку, насколько она может быть доступна для всех и насколько она действована, потому что от гриппа, например, мы знаем, каждый год надо делать, да, потому что виды меняются. Ситуация меняется, информация сейчас тоже поменялась, да, есть уже интенсивная работа над прививками, да, то есть, если там, например, ну, не знаю, за течение этого года будет у нас в Латвии, это уже будет прогресс, скажем так, но надеемся. Массовые мероприятия, вот вы упомянули уже, насколько, ну вот, что считать массовыми мероприятиями, насколько в Латвии, например, есть ли какие-то рекомендации не устраивать большие, потому что в Италии, например, даже критиковали очень сильно власти. Больно матчи, я знаю. Да, вот когда матчи отменяли, вот в одном городе прошел все-таки матч, ну, там, достаточно высокого уровня, но власти города подверглись критике, что они не отменили этот матч, потому что, ну, считалось, что это все-таки слишком высокий риск распространения инфекции по сравнению с удовольствием, которое получат, ну, болельщики от этого матча. Да, это уже известно, что годами, когда у нас идет эпидемия гриппа, например, да, ну, стараемся, ну, не на все стопроцентно, конечно, избежать или устраивать эти большие коллективные такие мероприятия, да, там, не знаю, спортивные или культуральные, да, но дать такой приказ, чтобы люди не пошли на такой концерт или, например, в какое-то другое мероприятие, это невозможно, да, это каждый смотрит из своего точки зрения и смотрит, какая обстановка у него, если там через-через немагу надо пойти, конечно, люди пройдут, но, если по нашим усмотрениям, да, максимально избежать таких, если есть такая возможность, пожалуйста. Есть, да, у нас давно уже тоже прозваниваются, здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, все-таки хотелось бы уточнить, мыло, да, мы можем купить, но вот тут в семье есть уже ОРЗ и хочется как-то оградить других членов семьи, но маски сказали нет, это на уровне прививки от коронавируса. Вот хотелось бы все-таки конкретный ответ, это реально у нас в стране купить маску или нет? Спасибо. Надо посмотреть, какая последняя информация. в аптеках, да, но на той неделе было очень сложно уже купить эти обыкновенные маски, да, мне тоже было много звонков, и мои знакомые и родные звонили, что почти нету такой возможности. Я рекомендую, дорогие слушатели, обрешать все-таки, ну, пойти на аптеках, да, и спросить, есть ли другие возможности, где можно еще... А можно ли самим сделать, например, из марли маску? Делают люди, я знаю, что сам делает, да, и все-таки какое-то, ну, маленькое зашито все-таки есть, да. И аптеки, мы тоже писали об этом, что аптеки, если у них нет масок, они какие-то еще альтернативы, например, в строительные магазины за респираторами теми же отправляли людей. Я знаю, да, что даже туда поехали. Еще один звонок, здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, какая это вопрос? А врач, вот я тут вынужден был, так сказать, заглянуть, ни врачи, ни медсестры никак себя не защищают, представляете себе? Это где, в больнице, в поликлинике? Нет, нет, в поликлинике. Вот, вы представляете себе, хоть на секунду, если один с коронавирусом, и врач пока этот период пройдет, ну, пока проявит. Понятно, вопрос понятен, да. Спасибо. Что вот, ну, заметили, что в поликлинике, да, врачи не без масок, без респираторов, то есть, насколько вот опасность, что придет человек с коронавирусом, заразит врача, потом врач, две недели принимая больных, будет заражать их. Да, вы заметили правильно, и спасибо за вопрос. Конечно, врачи, которые активно работают на прием, там, то есть, докторатов своих, да, без зашиты. Если кто-то придет, да, конечно, большой риск, что он, ну, может принести вот эту инфекцию. И пока таких случаев не было, слава Богу, но избежать от этого риска, ну. Ну, они не должны как-то дополнительно себя защищать, может быть, там, с той же маской или, не знаю, раз в день, в конце дня сдавать анализ? У нас есть такие маски, конечно, во всех докторатах, да, и в процедурных, то есть, палатах этих, да. Но на данный момент, конечно, в каждом практике они организуют свою работу как по их усмотрению. Мне кажется, это тоже такой показатель, если ты видишь врача, который, может быть, там, без маски и дополнительной защиты, может быть, появляется такая дополнительная уверенность, что, наверное, если врачи даже себя там дополнительно никак не защищают, может быть, все не так страшно. Профессор Лиджевского университета имени Страдыня, инфектовок Ангелика Круминя, сегодня в нашей студии. 67212-93-9, 67213-93-9. Доброе утро, здравствуйте. Вас очень плохо слышим. Алло, добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу подсказать всем радиослушателям и жителям Латвии, что в строительных магазинах, да, ну, где всякие краски, кисточки, продаются маски для строительных работ. Я думаю, они тоже подойдут. Да, вот как раз. Спасибо, да, о чем мы говорили. Путешествия тоже такая отдельная и большая тема, потому что, ладно, там у нас мы в ожидании, возможно, какие-то меры предосторожности принимаем. Но путешествия, и мы знаем, что многие отказываются, задаются вопросами, надо, не надо, а что будет там через месяц, через два месяца у кого-то что-то запланировано. Что вы по этому поводу можете сказать, стоит ли опасаться или рекомендации какие-то? Рекомендую людям, которым, то есть, впереди еще путешествия, там, вне зависимости какой категории, потому что по-разному бывает, очень так четко и осознательно все-таки смотреть, надо, не надо, хочу, не хочу, скажем так, да, потому что есть такие мероприятия, когда, ну, на 200 или больше 100% надо поехать, и там большое собрание, например, не знаю, по каким вопросам, да, на данный момент люди смотрят очень осторожно все-таки, да, и мои тоже знакомые звонили, Италия там была, и всякие другие там поездки, да, все-таки пока делится половина на половину людей, которые отложат свои путешествия, но некоторые еще смотрят. Но по моему усмотрению все-таки я рекомендую все-таки, ну, если есть возможность, отложить эти пока поездки, потому что будут и другие возможности через некоторое время поехать, и нормально. Но вы про поездки именно в те вот регионы, там, где уже есть, например, если кто-то хочет поехать, грубо говоря, там, в Турцию, в Египет, эти поездки возможны или тоже стоит воздержаться? Стоит воздержаться, потому что если выехать отсюда, например, там, все хорошо чувствуете, все, и все, а кто знает, как будет с обратом, с возвратом, скажем так, да, 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 да. У нас еще один звонок, здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Я, может быть, пропустила, кто-то уже спрашивал, такой вопрос. Если вот в семью возвращается человек из зоны эпидемии, ну, скажем, он должен быть в изоляции дома, ну, а дома, скажем, дети, жена, там, скажем, вот как в таком случае, как его изолировать в домашних условиях, или, возможно, как-то что-то делать, чтобы не заболели в семье остальные? Спасибо. Вот этот вопрос, конечно, очень актуальный, потому что если возвратился обратно и нету симптомов, но все-таки для гарантии, да, организуйте, пожалуйста, такую систему, что могли вот этот, который возвратился с поездкой, ну, отдельную какую-то или квартиру, или где-то по возможности, если там живет в большой семье, конечно, тогда побольше риск, что можно заразиться и другие, да, пока идет проверочка вот этого пациента, ну, не пациента, а человека, скажем так. Если есть такая максимальная возможность, если нет, тогда, конечно, они все вместе. Что с ценами и с проверками? Мы знаем, что, опять-таки, на прошлой неделе была информация, что если человек просто вот сам по себе, он не был где-то в регионе или, не знаю, в одном автобусе не ехал, в самолете не летел, просто хочет вот для себя провериться, то это стоит около 80 евро анализ. А как человеку провериться бесплатно? То есть это должен быть человек, который приехал из этого региона или был контакт какой-то? Да, да, тогда будет бесплатно, конечно. Если по своей уголе, то есть хочу посмотреть, если у меня этот нет вирус, конечно, это только платная услуга. Но вы так на слово верите, да? Там, например, билет на самолет... Что нужно предъявить? Не надо предъявлять, что действительно я вот там... Ну да, разные случаи там, ну, скажем так, на слово или не на слово, конечно, ответственность большая на самого человека. Ну, сейчас сорвался пока звонок. Есть. Да, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. День добрый. У меня вопрос такой, Анатолий. Скажите, вот если вы говорите, человек больной, вот он там кашляет, сморкает, сопли разбрасывает по сторонам, и в этом помещении эти вирусы живут, сколько вот они живут в этом помещении, да? И второй вопрос, это если я там пойду на другую квартиру или гостиницу сниму, поживут там две недели, а на следующий день заселится другой человек, он зародится или нет? То есть сколько длительной жизни вируса вне организма человека, а там он плюнул на пол, не убрали и... Понятно. Спасибо. Да, этот вирус все-таки устойчивый на несколько часов, да? Если там нет гигиены, то есть нет уборки в этом помещении, тогда он может оставаться там в течение нескольких часов. То есть есть большой риск, когда, например, будет контакт с другими людьми, там можно передать вот эту инфекцию, да? А с другой стороны, очень опасаются, например, в Алиэкспресс, посылки из Китая, вот насколько посылка, которая идет, понятно, что все-таки больше даже, чем две недели принесет с собой вирусы. Насчет посылков такой информации нету, да, больше, конечно, это людям надо опасаться, потому что там название из Китая, там, например, или из-за этого, но насчет пакетов или каких-то других упаковок, ну, и не надо бояться. Еще одна рекомендация в интернете, которую я нашла, это, например, сбривать бороду или длинные волосы, на которых тоже может задерживаться инфекция. По этому поводу какое у вас мнение? Надо ли мужчинам с бородой как-то... Доказательств на это нету, да, потому что разные спекуляции тоже могут быть. Ну, то, что мы знаем, что борода, если обычно она не такая ухаженная или такая... Запущенная. Да, ну, так и скажем, запущенная могут быть как бы фактором для многих все-таки инфекционных заболеваний, да. И еще звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Сделайте приемник потише, пожалуйста, мы эхо свое слышим. Минутка, минутка, сейчас сделаю. Да, пожалуйста. У нас не так много времени, попросили коротко задать вопрос. Да, коротко вопрос такой. Если запланирована реабилитация в центре, например, в Янкемере или где-то в других подобных местах, там вот для процедуры каждый день по несколько раз, что делать в этом случае? Спасибо. Отказаться от поездки, от реабилитации? Спасибо. Ну, если есть уже план, что надо поехать туда, вы чувствуете себя без этих симптомов, нет этой инфекции, тогда, конечно, не надо отложить эту планированную, то есть программу, которая... Да, да, это смотря по обстановке. Если сам человек чувствует, не важно на данный момент, конечно, можно отложить, и будут другие ситуации. Ну, наверное, он боится того, что вдруг, например, в бассейне искупался человек, ну, который... Нет, 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 в бассейне нет. От этого не надо пугаться. По поводу, в общем, настроения людей на прошлой неделе, ну, вначале мы тоже так скептично достаточно относились, когда видели фотографии в социальных сетях с пустыми полками, с купленным имбирем, те же там дезинфекторы, гречка, в общем, все по классике. Потом сами торговые центры начали присылать пресс-релизы, что, да, действительно, несколько повышен спрос на эти продукты и вещи. По поводу этой истерии есть у вас мнение? Или это не истерия, а правильное действие? Большинство людей все-таки это не делают, как я знаю, в нашей стране. Но я читала, что в Америке, да, что они обычно, то есть, как бы дали такие, ну, строгие рекомендации, чтобы люди закупали уже заранее, как бы на 30 дней уже там, не только бушевые какие-то первые продукты, ну, то есть, и медикаменты тоже, да, это официальные рекомендации у них, да. У нас таких официальных нет, да, поэтому каждый чувствует по-своему, да, ему надо закупки какие-то, дополнительные ресурсы сделать или нет. И я думаю, что на данный момент, конечно, это не надо делать. Чтобы медикаменты дома были, да, чтобы, конечно, чуть-чуть надо такую маленькую аптечку держать, чтобы не надо было там ночью куда-то бежать за лекарствами. На счет пищевых продуктов я не покупаю. Вперед. Еще, наверное, последний уже звонок мы примем. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, когда вы ждете спад вообще коронавируса в целом в мире, если такое можно спрогнозировать? Спасибо. Да, прогнозы сейчас идут все-таки, ну, разные, да. Если смотреть, что творится с Китаем, да, тогда у них уже чуть-чуть как бы поменьше вот этих случаев, но в Европе вспышка. Только начинаем. То есть, да, у нас это займет, то есть процесс еще много месяцев. Никто на данный момент не могут ответить, сколько это займет по времени, да, но, конечно, это не будет один только месяц, это будет больше. Но правильно, что люди с большей внимательностью относятся? Кто-то говорит, ай, коронавирус, если судьба, то заболею. Или все-таки верно, что лишний раз мы друг другу напоминаем руки помыть, кто-то там чихнул, говорим, иди-ка-то домой, не надо тут сидеть и чихать на всех. Что вообще, если на транспорте могут отсесть от кого-то, кто там кашляет или чихает? Лучше, чтобы были люди такие бдительные, да, и рассказывали друг другу, как вести себя, как насчет профилактики, гигиены, напомним лишний раз. Это самый хороший вариант. Потому что мы знаем, что даже все-таки медики допускают ошибки с круизным лайнером. Этот пример, когда людей оставили на карантин в круизном лайнере, и получилось так, что там каюты без окон, и система вентиляции передавала этот вирус, и, в принципе, вот получилось так, что он стал распространяться, и несколько заболевших успели заразить большое количество других людей. К сожалению, да, если пропускать этот момент, когда идет нормальная профилактика, если насчет, как избежать вот этого, ну тогда, конечно, не было соблюдения. И если нет вентиляции в каждом помещении, и не работает эта система, это большой риск для заряжения новых случаев. Наверное, уже последний вопрос про живучесть инфекции, не когда она передается, а, в общем, вот вы упомянули сезонность, что это зима и весна, и существует мнение, что, например, если не морозная зима, то инфекции больше раздоли, потому что вот это вот около нуля, и им хорошо жить в этой температуре, поэтому они там больше, возможно, заболеваний. Или это тоже все неправда? Ну, это как смотреть, потому что вырусы живучие, как бы я сказала, да, им нравится, ну, если так сказать, такая температура, какая у нас в эти дни, да, такая плюсовая, скажем, когда уже минус 20, минус 30, минус 40, будет другая ситуация, потому что все время все вирусы, которые у нас распространены в природе, они делают конкуренцию между собой, да, одним нравится чуть-чуть, где плюс 10, некоторым за минус 5, да, и все время вот эта битва идет между вирусами. Людям-то важно припомнить, что есть инфекции, от которых я могу заразиться, но у меня есть прививочка, прививки доступные. Если нет прививок, я должен как закон у себя ввести в голову, что постоянно запомнить насчет гигиены. Вот это метеорук, самый главный такой золотой закон, я бы сказала. Профессор Рижского университета и министрада, неинфектовок, не гликокруменья была у нас в студии. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам.